Всем привет! Те, кто смотрели прошлое видео, могут спросить Игорь, так какую квартиру ты все-таки выбрал? И на данный момент, сегодня у нас четверг, то есть следующий день после того, как видео закончилось Я выбрал квартиру, которая была в Мустамя, потому что она финансово входит в принципе так и ко все Может быть немножечко подешевле, но она ближе к работе Я хочу пешком на работу ходить, поэтому решил, что выберу Ну и в город там можно будет на автобусе добираться, в принципе, не проблема Но там мне нужно, они должны сделать мне бэкграунд чек, так сказать, проверить меня И если все выйдет, то будем переезжать туда где-то 16 декабря, ключи получать Вчера и позавчера, ну больше вчера был снег, очень много снега Сегодня так немножечко осталось Снегопад был такой больно конкретненький Если посмотреть на поля, когда было ехать в Тарту, то прямо там лежало все белое Но в городе снега особенно нету, ну ничего, зима может быть еще придет В принципе погода такая, около нуля держится, но все еще потеплее немножечко, чем ноль Сегодня в универ, завтра тоже нужно немножечко подумать, поработать, пописать, почитать Пока возможность есть, потому что мне еще рецензии не пришли, поэтому я все жду, чтобы на докторской заниматься Но у меня есть другие дела, чем заниматься и пока работа не началась, пока не начался все это переезд и так далее нужно заниматься наукой Иду, в общем, домой Сегодня мой друг Эдвардо, он мексиканец, но по-эстонски разговаривает, он сегодня на, там был конкурс поэтов, так сказать Выступал, потом пошли в Боревич один, но как-то время типа полдвенадцатого и не знаю, старею, либо что с этим Как бы нет вообще настроения, знаете, напиваться, либо что-то такое, типа просто пару пивасов взял для настроения и все, как бы Вот сейчас иду домой О чем я подумал, что буду, как говорится, скучать по такой тартусской жизни, потому что реально, как бы, культурная жизнь тарту, она именно здесь И я, как, ну, человек культуры, богослов, философ, то это прямо, прямо про это место, то есть реально, как бы, чтобы в Таллине какие-то вот Ну, там тоже бывает для поэтов и так далее, но в основном все такие мероприятия, философские, гуманитарные, литературные, проходят все-таки в Тарту Поэтому посмотрим, как моя, так сказать, культурная жизнь будет выглядеть, когда я перейду в Таллин Сегодня в Луна-Кескусе ярмарка лыжная, поэтому поеду туда посмотреть, что там есть, мне хотел бы купить лыжи себе Наконец-то у нас тоже конкретно снегу выпало, прям так, что, ну, не совсем сугробы, но все-таки хорошо так легло А то у нас все по мелочам, по мелочам В Таллине прям видел, все засыпало, в Центральной Эстонии тоже было все засыпано Ну вот и у нас, наконец, я сейчас решил по-быстрому дойти до Максима Купить себе немножко снеков и сделать себе ванну Завтра воскресенье Ох, то есть скользко, чуть не упал тут Да, но завтра, в общем, воскресенье, я тут чуть не грохнулся на льду Поэтому просто отдыхать буду Не, ну, посмотрите, просто зима зимой Обожаю зиму, обожаю снег Красота, какая солнце светит Снег лежит Водичка течет Приятное такое воскресное утро сегодня Я, короче, прошлое видео выложил, да, и оно зашло, но оно зашло как-то по-странному Появились какие-то странные люди, называют меня ухилянтом Я даже не знал, что это слово значит Пришлось, значит, идти в интернет искать И оказывается, это украинское слово для тех, кто от военной службы отклоняется Я думал, ну, не буду комментировать в комментариях Но скажу так, что вы, дорогие мои друзья, меня плохо смотрите на канале Потому что если бы вы хорошо все мои видео просмотрели То, во-первых, вы бы узнали, что я гражданин Эстонии Во-вторых, вы бы узнали, что я служил в эстонской армии И, в-третьих, вы бы узнали, что я активно участвую во всех военных сборах Что эстонская армия проводит Что я могу вам сказать? Смотрите остальные видео повнимательнее Ну вот, 2-2 снег полежал Началась оттепель Небо тоже серое, наверное, будет дождь Или снег с дождем Я еще иду в университет Мне вчера с новой квартирой, что в Таллине хозяйка прислала договор Но договор у меня, короче, компьютер не хочет закрывать Поэтому нужно будет ей посылать e-mail, что пришлите мне в другом формате Там был .doc, а нужно, наверное, .docx Вот, и тогда, в принципе, с 15 декабря мы договор Ну, начинается, что ключи получу Поэтому вот на неделю после этого, да, как все и планировал В принципе, нужно будет переехать Вот А так, в принципе, пока что ничего особенного нового нет На этой неделе, сегодня понедельник, да На этой неделе записался на 3 смены в призме Так что немножечко подзаработать И, в принципе, все пока что Посмотрим, что неделя принесет Сейчас пришел из призмы Лег на кровать Это самое, в компьютере В общем, подписал договор с Фуэбаренди Поскольку меня смотрят многие не из Эстонии Туда у нас в Эстонии можно дигитально подписывать всякие бумажки Вот, я подписал свой договор о Баренди Я отправил, ну, уставший я после этой призмы В общем, 15 декабря Я получу ключи Сделаю вам рум-тур И тогда уже где-то после 15 будут переезжать Нужно будет взять микроавтобус Нужно будет все тут упаковать Переехать где-то в начале недели Там 17 может быть декабря Потому что 22 мне нужно эту отдавать квартиру Перевезти Более-менее распаковать Съездить в Икее Там еще парочку закупить Я сейчас тебе лист делал, чего нужно купить Там кровать больше, например Поэтому нужны другие будут простыни купить Нужно будет Я думаю, решил купить побольше одеяла Поскольку кровать большая Вот, это значит Нужно будет пододеяльник Наволочки, все такое И потом нужно будет назад сюда в Тарту возвращаться Уборку наводить Уборку наводить Поэтому посмотрим В общем Декабрь Ну вот та неделя После 15 будет достаточно Быстрая Плюс 14 декабря Я в Таллине преподаю Поэтому нужно, наверное, договориться С каким-нибудь своим другом У него на ночь остановиться Чтобы мне 14 назад не ехать А так 15 назад поеду В Тарту на ратушу елку поставили Еще не украсили Еще лампочки не горят Первый адвент Только воскресенье Но там сзади уже видно Что начинают рождественскую деревню Тоже строить В Таллине уже все открыто У нас вот ждут первого адвента Сегодня четверг И я побыл где-то до обеда В универе Читал немножечко И сейчас Сходил в Макдак пообедать И сейчас иду в Юск Начинаю уже немножко закупаться Для новой квартиры Там у меня будет кровать побольше Поэтому нужно купить одеяло больше Просто не наволочки Я вроде уже упоминал Так что сейчас пойдем в Юск Там сейчас Завтра черная пятница Но уже распродажа Поэтому посмотрим Что там можно будет дешево купить И прикупим Тогда И потом покажу вам Что купил Я это самое Сначала думал Что я заеду в Икею Когда буду уже переезжать Как раз она там на Тартуском шоссе То есть по пути Но я поскольку Сейчас в интернете посмотрел Что в принципе В Юске хорошие скидки И например То же самое постельное белье То есть хлопка А не например С какого-нибудь там пельвестера И стоило в принципе Дешевле чем в Икее Поэтому что-то я закуплю сейчас В Юске И что-то в Икее В Икее там сковородки Открывашку И так далее По мелочам Хотел еще купить Стол письменный Но пока не въеду Пока размеры комнаты Не посмотрю Куда его поставить Наверное не буду покупать Я в общем Пришел домой Распечатал постельное белье Убрал в шкаф Думал стирать не буду Постираю Когда я перееду Ушел в город Вернулся на 5 И вспомнил Когда я по лестнице поднимался Что я обещал же вам показать Что я в Юске купил Поэтому сейчас покажу Я иногда Когда покупаю Постельное белье Редко очень покупаю Поскольку у меня уже было Там 3,3 комплекта Которые я обычно меняю Но было на На одиночную одеяло Я сейчас буду покупать Двойное одеяло Что надо на 2-х человек Поскольку кровать будет больше И поэтому нужно было Постельное белье Наволочек Точнее просто Я решил сейчас не покупать Мне кажется Я знаю Какой размер кровати 160 на 200 Новая кровать Но я хочу еще Замерить Может на 180 на 200 В общем Нужно будет это проверить Поэтому сейчас я решил Не покупать Посмотрел В Юске Это скидка В принципе До середины декабря Будет То есть я успею купить Поэтому я купил Значит наволочку И Пододеяльник Да Две наволочки Пододеяльник В комплекте Два комплекта Скидки достаточно хорошие С карты клиента Точнее не с карты клиента А просто Скидки достаточно хорошие И материал Мне нужно было Чтобы на ощупь Я хотел чтобы был хлопок И хороший хлопок И один у меня Сатин Сатин Как-то так По-эстонски Сатин Сейтин По-английски И вот И обычный Простой хлопок Я сейчас покажу вам Вот значит Это вот Это вот сатиновый Такой на ощупь Прямо очень Такой Как будто Богатый Приятный Такой вот Синенький С такими точками И второй Вот такой вот И вот Да видите Две Одна на ощупь Ну вторая тоже Где-то Там два комплекта В общем идут И такие вот Пододеяльники То есть Два метра На два метра На Такие вот Одеяла И что это По ценам стоило Сейчас вам показываю Прямо чек Значит Амалия И Нира Вот это вот Нира И вот это вот Амалия Амалия значит Оригинал был 44,99 Минус 30 евро 499 И вот это вот Сатиновый Такой прямо на ощупь Она прям Очень-очень Такой приятный Вот 17,99 Итого я заплатил 32,98 То есть Скидка была 62 евро Я взял Эти Они были Не самые дешевые Но такие вот Чтобы на ощупь Были самые Дешевые Там другие были Уже по 19 Тогда я думал Возьму два комплекта И потом Может быть На новоселье Либо что-то еще Попрошу Чтобы мне друзья Купили Вынуть хорошее Пастельное белье Может быть Об этом подумаю А еще я взял Коробки Взял вот Три коробки Вахитуса А, Б, С Они там На 12-15 Килограмм Вот их Размеры Эти Правда Коробки Такие Нужно скотчем Клеить У меня Были раньше Коробки Такие Они специально Так складываются Где их Не нужно Было Заклеивать Но такие Коробки Я не нашел Хоть в интернет Магазине Было Что вахитус Абц Есть Но только В Таллине На складе Поэтому я взял Эти В принципе Они стоили Дешевле Еще скотч Прикупил Вот Поэтому потихонечку Ну сейчас Еще две недели Можно спокойно Жить Ну по крайней мере Не две недели На следующей неделе Еще спокойно Можно жить И через неделю Тогда можно Начать Будет Потихонечку Все свои Эти Манатки Собирать Самое Большое По весу Будет вот Вот это Вот Сейчас Перейдем Покажу Шкаф С книгами Книги Весят много Это еще не все Книги У меня еще В университете Две Две полки Заполнены Книгами То есть Все вот это Вот Тоже нужно Будет Перевозить Поскольку Я вот Занимаюсь Наукой То для меня Книги Это самое Мое большое Богатство Скажу честно Я не все Эти книги читал Многие Из них читал Но не все Мне кажется Я треть Прочитал Но некоторые Нужно было Просто что-то Процитировать То есть Не нужно было Всю книгу читать А некоторые Книги Покупаю Которые я Хочу в будущем Прочитать То есть Я все-таки Читаю книги По ходу дела Некоторые Например Я вот Недавно Тоже ходил И покупал Не помню Показывал Не показывал В прошлом видео Например Платона Государство На русском языке Купить Гегеля Там Аристотеля То есть На английском Можно покупать Да На эстонском Их просто не найти Либо очень дорого А на русском За достаточно Нормальной цене Можно купить Поэтому я их покупаю Что ж Дорогие друзья Сегодня пятница Я недавно Проснулся Сходил в душ Намазался Кремом И поэтому Начинаю Новый день Сегодня у меня Такой день На Чили Буду Немножечко Отдыхать Не то что Я как бы Сильно работал Да Но просто Сегодня начинается Лыжный сезон У меня в планах Смотреть его На телевизоре Поскольку я Недавно же Купил себе Телевизионный Пакет Именно для того Чтобы у меня был Юроспорт Чтобы смотреть лыжи Сегодня у меня Алари Другу которого Я останавливался В Таллине Он нафтарту Мы пойдем на обед Вечером Я иду на день рождения Поэтому видео Как бы Уже можно и заканчивать Что я и сделаю На следующей неделе Особенно много Ничего Происходить не будет У нас Начинается адвент То есть какие-то Может быть там Мероприятия в городе Сходим Ёлку снимем Для вас там Концерт в церкви Все дела То есть не концерт А хор будет Поэтому Будут какие-то видосики оттуда А насчет переезда Особенно ничего не будет Потому что на этой неделе Я подписал договор Об аренде Договор Об работе На следующей неделе Спокойно Вот через неделю Я буду начинать уже Упаковывать все свои Монатки И тогда будет Вот может быть Видео поинтереснее Как это все происходит Спасибо всем Что вы смотрите Меня спасибо Всем новым подписчикам Спасибо всем Старым подписчикам Кто меня смотрит И те кто меня смотрит Не подписавшись То подпишите Это мне будет Очень приятно Видеть как канал Развивается И мотивировать Делать вам Новые видео Всем спасибо Всем крепкого здоровья Хорошего Веселого Счастливого Наступающего Первого адвента Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok